Всем фуд с ЛМ, меня зовут Макс Брандт, а вы на моем канале смотрите пятнадцатый фильм из серии фудблогер в городе. Этот проект, мой взгляд, на гастрономию российских городов сквозь призму ваших рекомендаций. Сегодня мы отправимся в Уфу, столицу республики Башкортостан, занимающую десятое место по количеству населения в нашей стране. В следующем году этот город республиканского значения празднует юбилей. 450 лет со дня основания. А в этом получает от меня и мои команды подарок в виде фильма о любимой еде горожан. Ровно год назад, в августе 22-го, вышел ролик про большого соседа Уфы, Казань. Он набрал более полутора миллионов просмотров и 34 тысячи лайков. Я думаю, что жители либо Шкортостана могут показать цифры ничуть не скромнее. Все в ваших руках, а точнее в больших пальцах. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это продвигает ролик в рекомендациях и дает больше просмотров. Как всегда, в своем телеграм-канале ведущий фудблогер я спросил, куда сходить поесть, и вы насоветовали более сотни заведений. Естественно, все классные рестораны и кафе не могут попасть в один ролик. Но помимо плохой новости, что мы кого-то обойдем вниманием, есть и хорошее. Это отличный повод вернуться. В описании я оставлю ссылку на плейлист проекта, в котором собраны все гастрофильмы. От Владивостока и Красноярска до Твери и Великого Устюга. Кстати, скоро Новый Год, самое время изучить, куда сходить. Также в описании для вас собраны мои интересно полезные ресурсы, которые ежедневно обновляются. Медиа, гастрономия и награды за еду, мой личный канал для своих, паблики с рецептами и скидками и, конечно, мой главный телеграм-канал, где мы и собираем ваши рекомендации. Готовьте себе вкусного на несколько дней. Приятного просмотра и аппетита! Летим! В Уфе сложилась удивительная ситуация. Для каждого типа заведения нашлось два-три равноценных и равнозначных варианта, которые можно снять для фильма. Завтраки не исключение. Мы могли пойти в Илзебейкере, но все-таки я решил отправиться в Зурахмат. Надеюсь, не пожалею. Пойдемте. С первых минут нахождения здесь я понимаю, что выбор этого места для завтрака был абсолютно правильным. Во-первых, очень приветливый персонал, который сразу воду налил. Я так понимаю, что всем, потому что на каждом столе вода до заказа. То есть просто приходите, вам уже наливают воду. Антураж удивительный. То есть вроде как центр города. Высокое здание офисное или отель, в общем, в любом случае, такой современный. А здесь уголок тишины. На заднем дворе как будто бы огородик. Здесь деревянные а-ля дачные столы-стулья. Здание прям классное. Видно, что с историей, но облагорошено. Так, Зурахмат с 17 года работает. Ремесленная хлебопекарня. Каши, блюда с яйцом, блюда без яйца, пицца-сэндвичи, допы. Я думаю, что кашу, что-нибудь с яйцом интересное. Возможно, деревенский завтрак на сковородочке. Вот здесь, на самом деле, слово на сковородочке, то есть окончание, очень ласкательное, оно как будто бы вот к месту. Так, без яйца что-нибудь возьмем, либо драники, либо оладушки, либо что-нибудь, что посоветуют. Мило, тихо, уютно. Такое чувство, что с улицы заворачиваешь и окунаешься в тишину и спокойствие. Начинаем наше гастропутешествие со смородинового чая за 380 рублей. Чайник. Ох, травы. Смородину чуть блокирует, она не сразу раскрывается, но ароматы стоят просто какие-то непередаваемые. Ну, да, конечно, смородины и травы, но нет, тут что-то глубже. Не сладкие, кстати. Сахар дали в целом, можно добавить, но кислинка в самом начале хорошо пошла. Раздел каши. Мы взяли пшеничную с тунцом, пашотом и пармезаном. 350 рублей. Порция неплохая, тут у нас мята прям пахнет, пашот, пармезан. Честно сказать, когда я блюдо заказывал, я подумал, что тунец будет в виде тартара или севич, то есть кубиками нарезан и свежий. Ну, попробуем. Теплый. Да, баночный, критерийный, но теплый. Ну, слушайте, хорошо, зря пугался. И давайте попробуем пшеничную кашу. Для завтрака самое то, но как будто бы чуть-чуть недосолено. Возможно, нужно перемешать с тунцом, с яйцом, тогда будет хорошо. Давайте пашот на пашотовость проверим. Так. О, да. Хорошечно. И все миксуем. Вот так вот. И овощи, и рыбу, и яйцо, и сыр, и зелень, и, конечно же, саму кашу. Вот так вот. Шикарно, да. Вот тот самый дефицит соли ушел, потому что добавились новые вкусы. Это супер сбалансировано, классно, вкусно и необычно. Потому что рисовая, пшенная, гречневая, ну, она часто встречается. А вот пшеничная и с тунцом еще, это, конечно, редкость. Ну, молодцы. Мне очень нравится гармония вкусов. Помидоров здесь нужное количество, собственно, как и тунца и всего остального. Как по нотам разыграно. Раздел с яйцом. Блюдо деревенский завтрак на сковородочке и стоит 420 рублей. Два кусочка хлеба звучащего, три яйца, картофель, черри, шампиньоны, зелень и горошек. Да. Ну, выглядит, на самом деле, прям хорошо, уютно, по-домашнему, по-деревенски. Вообще, Зур-Ахмат славится своим хлебом ремесленным. Ремесленный хлеб с кислинкой. Вот маслица бы сюда, вот знаете, такой вот с солью четверговой. Или с любой другой. Ну, да. Соленого масла, конечно, чуть не хватает. Вот такая вот тут красота. И давайте ее попробуем. Знаете, почему завтрак считается самым вкусным приемом пищи? Потому что это первая еда за день, и вы целую ночь не ели, и просто накидываетесь. И всегда кажется, что чуть вкуснее, чуть сытнее, чуть ярче. Но здесь и так вот. Даже на обед, если прийти, тоже будет вкусно. При этом нет ничего необычного и сверхвкусного. Яйцо, я думаю, что все пробовали. Томаты, зелень, картошка. Просто все вот так собрано и оформлено хорошо. 420 рублей. Кажется, что цена завышена. Но здесь мы платим в том числе за историю и за любовь, потому что это сделано реально с любовью. Хлеб, я вижу, точно можно взять с собой на кассе. И я думаю, что это стоит сделать, потому что он топовый. Раздел без яйца. И сразу вспоминается песня Егора Летова и группы «Гражданская оборона». На рассвете без яйца, на кассете без яйца и так далее. В общем, оладушки на закваске. 280 рублей. И базовое варенье. Это у нас клубника. Смотрите, как мило получилось. Это сердечко. А, ну, с вашей стороны это задница, но вот так вот. Я думаю, что не специально, потому что так бы все были одной формы. Но... О-о-о-о! Посмотрите, какой промасленный оладушек. Вот реально как в детстве. Слегка подхрустывает корочка. Само тело этого десерта в данном случае. Очень мягко, нежно. И аромат. Аромат закваски. Вкусно. Как в детстве, сами оладушки, они классные. Но вот если мы делаем обзор, а мы его делаем, то хочется посоветовать иметь несколько на выбор топпингов. То есть не только базовое клубничное, а может быть, вишневое, смородиновое. Еще какой-нибудь, чтобы можно было выбирать. Потому что клубнику, в отличие от оладьев, могут любить не все. За что я безгранично уважаю уфуток, это за то, что здесь развивается и популяризируется национальная кухня. Есть несколько ресторанов с локальной едой. В один из них мы сходим сегодня. Но также существует первый национальный фастфуд. Заведение Айбат Холяр разрослось до пяти точек. Мы приехали в ту, где самый высокий рейтинг. Меню умещается на одном большом листе. С одной стороны 12 кастыбейф. С другой салатики, супы. Суп один, закуски, десерты и напитки. Я думаю, что возьмем просто пару кастыбейф. Один какой-нибудь более-менее классический. Может быть, няняйкину классику или няняйкину классику премиум, где у нас и шампиньоны в сливках, и огурцы, лук, зелень. Есть сырный туганьяк, то есть там четыре сыра. Студенческая с сосисками. Цезарь Ильгамович. Сразу вспомнилось. Вы финал не проходите. Не проходите, а залетаете. Я думаю, что нет. Вот, кстати говоря, есть картотайкина любовь с соусом гриль. И есть бигеряк и тейсти, то есть как биг тейсти. Но в бигеряк и тейсти соус барбекю. А в картотайкиной любови или любви соус гриль как-то не сочетается. Я думаю, что возьмем с соусом гриль и что-нибудь. Вот, няняйкину классику премиум. Няняйка классика премиум. Дизайн упаковки. Во-первых, удобный, во-вторых, красивый. И дизайн, в принципе, самого заведения тоже кайфовый. Так, я не там оторвал хвостик. У меня еще будет два варианта, чтобы сделать красиво. Вот, то есть вы отрываете. И можете хоть здесь есть в помещении, хоть пойти на улицу а-ля стритфуд. Состав у нас премиума. Шампиньоны, огурцы, зелень и в основе пюре. Нежное пюре, хрустящее тесто и солоноватость от огурцов. 139 рублей. Один из самых дешевых фастфудов. То есть тут 200 грамм почти, 195. Но этим можно перекусить. Реально очень вкусно. Вот круто же, по сути, тесто и начинка. Можно было сделать бургер, там, хот-дог, еще что-то. Но сделали национальное. И вкусно сделали. То есть не то, что... Ну, раз первое, значит, на блинковом ни в коем случае. То есть, ну, здесь классно. И, конечно, приятная тена. Картотайкина любовь весит 300 грамм, но такое чувство, что почти 400. Стоит 299 рублей. Состав. Котлетка из мраморной говядины, сыр чеддер, жареный лук, грибочки в сливочном соусе, зелень, пюре картофельное и соус гриль. Хотел было укусить, но все-таки... Покажу вам. Идите-ка сюда. Посмотрите, какая сочная котлетка здесь получилась. Вот удобно, что не выливается. Соус гриль везде делает свое дело. И в бургерах, и в хот-догах, и в кустыбыях. Классно, сочно, знакомо и очень сытно. Если классика премиум для такого перекуса, между, допустим, учебой и домом, либо там дом работой, то вот это блюдо так блюдо. И мясо, кстати, хорошее. То есть они жарят котлеты на гриле, и она выглядит классно и по вкусу мясная. Не экономят на продуктах. Но пюре, конечно, это читерский продукт. По сути, не такой дорогой, но суперсытный, и все вот низины, все полости занимает. Мясо прям очень сочное, и само блюдо близкое к идеалу. А этот кустыбы из сезонного предложения я решил съесть на улице, потому что все-таки фастфуд и стритфуд часто едят по пути. 389 рублей. Брискетт кустыбы. Состав. Говядина томленая 12 часов, картофельное пюре, сыр чеддер, моцарелла, соус барбекю, корнишоны, халапеньо и жареный лук. Проверяем упаковку на удобство. То есть, да, мы на улице. Идеально оторвалось. Я научился к третьему. И вот. Берем кармашек. Можем стоять, можем идти. Удобно. 389 рублей. Это уже цена основательная. Но, опять же, масса близка к 350 граммам. И много брискета. В любом случае, за ваше здоровье, господа. Соус барбекю на первом месте. Мясо. Нежное, волокнистое. Конечно, все-таки это не бриск. Это больше вот рваная говядина. Но, опять же, сытно. Знакомо по вкусу. Потому что соусы знаем. Пюре пробовали. Мясо ели. Мне, правда, нравятся такие истории. Не знаю, вот в Москве, в Питере это пользовалось бы спросом или нет. Но вот здесь, где это зародилось и где кастыбы считают своим национальным блюдом, я думаю, что все хорошо с этим. Но, в любом случае, копченое мясо с соусом брибекю и с халапешкой это очень приятно. Господа, мы живем во времена, когда за все нужно платить. За жилье, за еду и тем более за развлечения. Или нет? Вот вам небольшой список, как развлечь себя совершенно бесплатно. Утром забавные ролики смотреть, днем интересные лекции слушать, вечером захватывающим детективом наслаждаться. Макс, но ведь за интернет и кино нужно платить, скажете вы. А вот и нет, отвечу вам я. Пользоваться всем этим бесплатно можно благодаря максимально удобному тарифу АП от Билайна. Настраивайте тариф под себя и добавляйте нужные вам опции. Но самое приятное, тариф АП это еще и 3 месяца бесплатного домашнего интернета и кино с Билайн ТВ. До 31 октября подключитесь к тарифу АП и наслаждайтесь всем этим уже сегодня и еще ближайшие 3 месяца. Домашний интернет и просмотр кино могут быть бесплатными вместе с Билайн. QR-код на экране, ссылка в описании. Сегодня в рубрике доставка я решил совместить приятное с полезным. Есть в Уфе ресторан честных цен. Вы его довольно часто рекомендовали, он в десятку вошел по количеству рекомендаций, но вот в расписание, в график съемок он не входит, поэтому я решил сделать доставку из него. Открываем приложение Яндекс.Еда и ищем. Заодно смотрим, что здесь есть еще. Рыба закусывала, шаурма, шашлыки, роллы Василий, добрый вечер, классика, стандарт, то, что есть в Москве, шоколадница, тануки, фрэнк байбаста, 4,80 хорошая оценка, значит, доезжает неплохо. Так, фастфуд, фастфуд, ташира, джахури, кунак, шаверма по-питерски. Не верю, честно говоря, в питерскую шаверму вне Питера, вот и сегодня не до нее. Вот ресторан честных цен, нарисованы морепродукты, 70-80 минут, отлично, торопиться некуда, и давайте посмотрим, что здесь можно. Холодные закуски, довольно много, салаты, тоже много, горячие закуски, жареные кольца кальмаров, крымские мидии, чесночные гренки. Точно хочется роллов, я знаю, что они есть, вот, Филадельфия, ну, слишком просто, вот ролл, чили майю, неплохо выглядит, и цены, кстати, довольно низкие. Понятно, что в заведении будет рублей на 100-200 дешевле, потому что там платишь за вход, до 5 часов 150 рублей, после 5 вечера 500, поэтому нужно, конечно, ходить днем. Так, ну, давайте добавим ролл майю, клешни краба, 2,360 за 400 грамм, мне интересно, как в ресторане упакуют, давайте добавим, черный тирамису, понимаю, я вот, чисто этот десерт видел в Москве как минимум в двух заведениях, и до Уфы добрались. Нет, давайте без десертов, хотя они красивые, просто у нас будет много сладкого еще сегодня. Ролл чили майю, клешни краба, приборы на двух человек, все верно, доставка 70-80 минут, может получиться быстрее, улица наша, отель, и в принципе оплатить. Заведение находится довольно близко, буквально через улицу, поэтому я думаю, что довезут быстрее. Желтый курьер дает все вовремя, как и обещал, за 70 минут, оцениваем заказ на пятерочку, и пускай Михаил порадуется на 300 рублей. Готово. Два контейнера с клешнями, их чуть попозже разберем, это у нас роллы, посмотрите, слушайте, доехали прям хорошо, здесь ничего не налипло, капнули васаби, нарезали имбиря, и вот они, 6 штучек. Палочки стандартные, бамбуковые, салфеток, 6 штук на двоих, я считаю, нормально, масло для краба, приборы, просто из хорошего пластика, и просто супер охлажденный соевый соус. Такое чувство, что его хранили прямо в морозилке. роллы стоят 422 рубля за 6 штук, на самом деле они довольно большие, поэтому я думаю, что в некоторых заведениях режут на 8, да, они прям толстые, в целом можно 8 сделать, которые поменьше. В самом заведении платят за вход, и эти роллы стоят, по-моему, 289 рублей, и Денчик подставит тут цену, в любом случае будет дешевле, но нужно идти и платить. А здесь адекватная цена 400 рублей за роллы, но главное, чтобы они вкусные. Пахнет такое масаго и майонезом. Все бы ничего, хрустящий, свежий, сочный огурец, соус приятный, с небольшой пикантностью, ну вот рис прям сухой. Да, для этого есть соус, но вообще идеальный ролл, он идеален без соуса. Давайте покнем, думаю, что будет получше, вот так вот. Вот так намного лучше и даже прочувствовалась креветка в темпуре. Ролл на твердую четверку. 2360 рублей за такую порцию краба. Обещали 400 грамм, весов нет, но я думаю, что в принципе здесь не особо обманули. Так, он у нас еще теплый. Жалко, кстати, не добавили в заказ каких-нибудь либо ножниц, либо еще чего-то. Будем как-то своими силами кромсать. вот так вот. Да, в идеале, конечно, надрезать в ресторане, чтобы можно было пласть кривилкой соскоблить и съесть, но это так. Советы на будущее, потому что уже поздно. Я в любом случае это все съем, но... Но, но и... Но. Только камера выключилась, как у меня все получилось. За ваше здоровье, господа. Вкусный, довольно сочный. Да. Вкус, конечно, вот характерный. Далее масло, я думаю, что стоит туда макнуть. Вот так вот. Ммм. С чесночком, вот, да. Первую порцию пробуйте в чистом виде, а потом всегда макайте. И вот сразу какую-то булочку захотелось, чтобы тоже масло макнуть. Я, конечно, не понимаю, у них что, краба никогда в доставке не заказывали? Потому что если бы человек столкнулся с такой проблемой, как я, он обязательно написал либо в поддержку, либо еще куда-то. Причем, связался бы с рестораном и сказал, ребята, либо какие-нибудь приборы добавляйте, хотя, конечно, металл никто не повезет, либо сразу чикайте. Вот. Но, в любом случае, я, как санитар общепита, говорю, что без всего можно, конечно, очистить, но было бы гораздо приятнее, если бы ресторан позаботился о нас. Вот. Тихо, 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 тихо. Пошел, пошел. Ну, то есть, да, справиться можно и даже чиститься быстро. Награда за труды. Хороший краб, но, конечно, нужно немного макнуть. Чесночное масло краба в доставке, в отеле, в другом городе. Ну, прям хорошо. Помимо локального стритфуда, в Уфе есть еще и всенародный шурма. И большинство моих подписчиков сошлись во мнении, что лучшее это сирийское и, более того, лучшая точка сирийской здесь, на Свердлово-90, куда мы и приехали. Точка работает круглосуточно, но местные советуют приходить сюда днем, потому что вечером сменяются повара и качество чуть-чуть ухудшается. Думал зайти сразу, но там сейчас биток, поэтому ждем в свою очередь, чтобы пойти внутрь и сделать заказ. Свердлово-90, чем отличается классика от сырной? Лаваш? Лаваш. Тогда будьте добры классику Макси и Гирос. Тоже, да, отличается лепешка? И Гирос классику обычную. Реально шурма популярная, то есть мы стояли 15 минут, ждали своей очереди для заказа и еще 10 нужно ждать, чтобы его приготовили. Ну, ждем. Видок, конечно, вокруг сирийской шурмы не ахти. Граффити на стенах, расписанная остановка, а позади меня возможно историческое наследие, но в очень ветхом состоянии. Ну да, тут куда не повернись, в любом случае будет не очень аппетитно, но самое главное у нас есть шурма. Из плюсов брендированный пакет, влажная салфетка, штук 5 обычных и вот он, сверток богов. Мы взяли Макси за 200 рублей, но я слышал, что люди, которые стали перед нами, заказывали обычную. Обычная стоит 180 и весит 370 грамм, а эта стоит 200, то есть на 20 рублей дороже, но 520, то есть за лишние 20 рублей мы получаем 150 грамм еды. Ну, правда, тут есть полкило, лавашик нормальный, аромат, пока пахнет просто лавашом. Удивительно, с первого укуса добрался и до помидора, и до курицы, и до соуса. Посмотрите, начинки, они прям не жалеют. И это очень вкусно. Курица довольно тонко нарезана, она прям сочная, мягкая и с краешка хрустит. Соус слегка кислит, потому что он очень майонезный, но сюда подходит 100%. Качественные овощи, это огромный плюс, зелень добавлена для душистости. Прямо отличная, сбалансированная, вкусная, сытная и цена адекватная, то есть полкило еды классной за 200 рублей. Мы в итоге нашли самый отличный фон, это у нас ТЦ Свердловский. А еще мы советовали в сирийской шаурме заказать Гирос, стоит он 240 рублей. Наполнение у нас такое же, это влажная салфетка, 5 обычных сухих и вот такая вот подложка, почему-то ряженка 20% ну по крайней мере картонка чистая. Так, ну давайте смотреть, что к чему. За 240 рублей получаем такой вот огромный свиток. Мясо, картошка, два соуса, один, который мы уже видели, зеленью и кетчуп, листочек салата, ну да, в принципе смотрится массивно. Сразу могу сказать, что здесь пропал баланс. Вы делаете вкус и понимаете, что картошка, которая некогда была чуть хрустящей, превратилась в пюре, по сути, потому что размокла, плюс мясо, плюс довольно плотная лепешка, и вы жуете, жуете. Это не сухо, но в любом случае консистенция и вот в целом ощущение классики были лучше. В принципе тоже вкусно, ингредиенты качественные, потому что большой поток людей, и они не успевают испортиться и заветриться, но это вариант для тех, кому макси мала, то есть это вот еще более сытно еще, опять же, картошки, двух соусов и толстой лепешки. Вердикт следующий, даже если сирийская не самая классная, то искать лучше нет смысла, потому что лучше, а брак хорошим. Мы в арт-квадрате, месте сбора молодежи. Здесь большое количество развлечений и масса мест, где можно поесть, но нам нужен ресторан мечты. первое впечатление приятное, мы попали сюда в более-менее погожий денек, что можно съесть на летнике, ветерок обдувает и солнышко немножко светит, такое уже уходящее, позднелетнее, но все равно приятное. Антураж веселенький, дизайн яркий, музыка бодрая, современно, молодежно, хорошо. Что у нас по меню? Есть какое-то сезонное предложение, салаты, супы, дня горячие напитки, но не за этим мы пришли. И вот бар и, в принципе, само меню, оно очень потрепанное. Не то, что мы какое-то выбирали конкретно плохое, но, соответственно, видно, что либо плохая типография, где краска стирается быстро, либо сюда ходит очень много народу, что все это дело стирается. Так, салаты, закуски, супы, томленая телятина, куриный шницель, бургеры, стоп, бургер один. Нужно, на самом деле, понять, правильно ли мы братанули шахту и пришли за бургером сюда, или все-таки нет. Обязательно берем 650 рублей, ну, правда, там и чуть-чуть соленого огурца, и соус, и картошка, много сыра, но 650 рублей за бургер в Уфе. Пиццы. Вот, тут вариантов других не было. Лучшая из печи пицца в мечтах. Я думаю, что возьмем пиццу и бургер. Они сказали, что у вас самая лучшая пицца из печи в городе. Тут вариантов других не было. Вот, но по поводу бургера, то есть они описывали тоже, бургеры здесь классные, вкуснее, чем в шахте, но здесь один бургер. да, он один. И он прям хорош. Он один, но он близок к идеалу. А что, ему не хватает? Хороший вопрос. Ну, просто идеал у всех разный и на счет этого он максимально приближен к идеалу, который прям вот идеал, идеал. Понял, тогда давайте бургер и две пиццы. Одну чоризу, как классику, и вот интересную кебаб из баранины. Хорошо, у нас есть еще сливочный соус для корочек. Обязательно. А сколько стоит? Сливочный соус 30 рублей. А, вижу, 30 рублей. Это символическая цена, потому что он идеально подобран именно к этим корочкам. Все, супер. И без него они не так хорошо. Супер, давайте. Хорошо, по бару что-нибудь нужно будет? А что посоветуете? Алкогольное или безалкогольное? Чисто попить вот что-то ваше местное безалкогольного. Смотрите, у нас есть щавелевый лимонад, лимонад из щавеля. Бинго. Это просто битый щавель и привыченный лимонад. Бинго, давайте. Супер. Спасибо. Щавелевый лимонад стоит 290 рублей за 250 миллилитров. И вроде как недорого, то есть стаканчик лимонада меньше 300 рублей, но если мы пересчитываем на литры, это стоит 1160 рублей. Ну, понятно, на чем в целом зарабатывают заведения, но не пересчитывайте, так намного приятнее. Тонкое стекло. О, шефы сомелье в французских бокалах подают щавельный лимонад. Вот это, кстати, уровень. Правда, конечно, трубочка не уровня бокала, но в любом случае аромат. О, просто вот сразу вы даже знаете, что я скажу. Правильно, дачные флешбеки. Берешь вот горсть, пучок, даже пук, я бы сказал, что он огромный, грызешь, жуешь, и вот этот вот сок свежего, спелейшего щавеля на рецепторах, и очень долго, и, говорит, даже так чуть морщится, потому что очень кисло. в принципе, должен быть натуральный из-за такие деньги. Как Алла и сказала, взяли просто щавель, сгундрили, смешали с содовой. Максимально вкусно, потому что максимально натурально. небольшая сладость, возможно, даже какая-то сахарно-сиропная, а не просто сахар. Настолько вкусный щавеливый лимонад, поскольку он, в принципе, может быть вкусным. Итак, вот он, единственный бургер в этом заведении. Котлета из телятины, маринованный лук, сырный соус, соус тысячи островов, картофель фри, соленый огурец, кетчуп, и стоит все это дело 650 рублей. Ну, булку они, конечно, сделали огромный. То есть, по большому счету, вот это бы еще разрезать и сюда вставить котлетку, но, а, нет, ну, смотрите, она прям очень нежная, сквишек, как говорится, тут чуть подхрустывает, внизу тоже очень мягко, очень податливо и хрустяще. Посмотрите, с этой стороны у нас сыр, да, это не сырный соус, это именно сыр. Хотя, кстати, по консистенции очень похож на соус, либо его так расплавили, что он превратился в что-то полужидкое. На послевкусие вот обычный дружба. Конечно, это не он, но вот есть чем сравнивать. Итак, убираем шпажку и попробуем как-то съесть вот этого здоровяка. А, ну, в принципе, если мы прижмем, получится менее эстетично, зато более удобно. Так, сок есть. Ну, я бы перед укусом все-таки посмотрел, о-о-о, посмотрите, какая здесь сочная и прям здоровая котлета. Здесь у нас соус тысяч островов, несколько кругляшков лука. Ну да, это прям сочно и в хорошем смысле жирно. За ваше здоровье, господа. Хороше, хороше, как говорится. Булки вроде много визуально, но она как будто бы схлопывается и появляется едва-едва на послевкусии. вот такой приятный, сладко-масляный вкус бриоши. Мясо прям сочное, соуса много. Лук, вот вроде такие тонкие колечки, а тоже вот пару раз дает свою колкость и свой вкус. Сюда бы, конечно, в идеале ломтик помидора, потому что вот есть кусочек от томата, но очень как-то странно нарезан. Или это болгарский перец? Похоже на перец реально. Вот если добавить сюда помидор, то будет ну 700 рублей уже. Ну, прям вкусно. Не знаю, там лучше ли у меня в городе, но опять же, как и с шавермой, шурмой, нет смысла искать что-то более крутое, здесь прям отлично. Отдельно возьмем мясо. Смотрите, какое оно сочное. То есть еще тысяча островов в большом количестве. Мясо вообще шик. И давайте закусим огурцом. Обычный магазин из банки, но есть несостыковка. Он маринованный, а в меню в описании написано, что соленый. Мелочь, но быть к этому готовы. Картофель с пармезаном и кетчуп. Картошка идеальная. Подхрустывает, где нужно. Сырная нота довольно яркая. Кетчуп, в принципе, обычный, не самодельный, но, однако, что же неплохой. Вкусно, сытно, сочно. Крещатки даю, чтобы не сгладились. 650 рублей. Ну, в принципе, за то, чем вы наедитесь, отдать можно. Картошка прям топ, бургер, очень хорош и, правда, близок к идеалу. Чуть-чуть можно улучшить, но, опять же, лучший враг хорошего в данном случае. Пицца из печи. Мы начинаем с чоризо за 630 рублей. Моцарелла, пармезан, томатный соус, такое вот измысловатое описание. Так, у нас тут ожоги, какие должны быть в пицце из печи. Вряд ли будет стоять кончик, но, в любом случае, мы должны это проверить. Так, ну, так, так, не делать, либо нужно аккуратней. Возьмем с другого боку. Вот так вот. Ну, пытается тянуться, но уже нет. Тесто мягкое, гуттаперчевое, то есть мы его как сквейши, как вот булочку, примерно сжимаем, близкое к резиновому. Хотя нет, смотрите, кончик, еще ого-го. Тесто вкусное, чоризо яркие. Сыр такой приятный, вот нежный, вкус сглаженный, округлый, как говорится. Классическая пицца хороша, тем более для клуба. Это не ресторан, а все-таки клуб. В принципе, здесь вечеринки, если такая закуска к коктейлям под вечер, я думаю, что вообще здесь отбоя нет. По вкусу все прекрасно, и давайте возьмем сливочный соус, который стоит 30 рублей, то есть вот чисто символически дешевле делать самодельный соус смысла нет. Специально для корочек, поэтому давайте окунем уголочек и попробуем. Соус интересный, то есть это, по сути, цезарь, классический, но с добавлением чеснока. 30 рублей цена идеальная, корочка подходит, их облагораживает, то есть эту пиццу можно и нужно доедать этим соусом. 30 рублей. Даже, по-моему, в фастфудах сейчас дороже. В общем, пицца прям хороша. Но это классика. Сейчас будет экспериментальная. А эта пицца называется кебаб из баранины. Состав моцарелла, томатный соус, перец печеный, лук красный и зеленый, зира. 630 рублей, так же, как и чоризу. Здесь у нас, наверное, 10 кусочков баранины. И давайте вот так вот аккуратно возьмем. Сыр тоже не тянется. В аромате только перец, больше ничего нет. Максимально странная пицца. Перец также на первом месте. Потом проявляется баранина. Именно баранина, не ягнятина. Сыра вообще нет. Тесто тоже не чувствуется. Томатная основа тоже как не бывало. Если вы любите печеный перец и баранину, это ваш вариант. Но мне кажется, это вот для тех, кто уже устал от классики, от вот спайси лососей, тунцов, там, маргарит. И хочется вот чего-то прям нового. И вот взять это можно. если вы здесь впервые, я думаю, что стоит начинать с чего-то более знакомого. Зира проявилась для Эбаже и, конечно, нарастающий вкус баранины. То есть, первый вкус будет так, о, баран, второй вкус, ага, баран. И третий вкус дает понять, что с этим вот шлейфом круточным вы будете ходить до конца вечера. тесто все-таки классное, потому что оно на себя вкус не оттягивает, но повторюсь, это не на каждый раз и точно не на первый. У нас соус остался, также 30 рублей стоил. Сочетание шикарное. Пицца вот как класс, здесь очень здоровская. Местный фастфуд это, конечно, прекрасно, но в фильме должен быть и ресторан локальной кухни, если, конечно, в городе он представлен, а здесь он есть. Вы насоветовали 3-4 варианта, но, в большом счете, я выбирал между азык-тулеком и хани. В первом мы были в прошлом году, когда снимали спецпроект Уфа-Казань. Остается мед. Пойдемте. первое впечатление следующее. Локально, народно, как только входишь в заведение, сразу встречает фигура медведя и продукты. Ресторан большой, есть терраса, есть этот зал и есть еще самый главный большой. Из минусов. Сейчас ремонтные работы идут, поэтому периодически будет слышен либо перфоратор, либо дрель, я вот так вот не очень могу понять по звуку. Что у нас по меню? Есть обеденное, обед из трех будет 790 рублей, недешево для бизнес-ланча, обед из двух блюд 650, бокал вина, пиво, фреш. Не сегодня, потому что мы пришли за дегустационным сетом. Для ознакомления с башкирскими продуктами заказ от двух порций, то есть мне и оператору нужно брать пять подач из основного меню. 3000 рублей. В принципе, на самом деле хорошо, по 600 рублей. Также есть салаты, более-менее классические, закуски, антипасти, русская тарелка, мясная тарелка, тартары, намазки, супы, костыбы, но я думаю, что будет костыбы у нас в сете, горячие, манты, зурбелиш, котлеты из говядины, телячь ребро, бишбармак, но я уверен, что он будет точно в сете, филе конины, запеченный гусь, сладости. Если бы я снимал отдельный обзор этого заведения, то взял бы, конечно, не сет, а самое интересное из мини-а-ля-карт, но так как у нас формат фильма, то я думаю, что пяти блюд национальных, местных, локальных хватит. Не дегустационным сетом единым будем сыты. Это у нас раздел местные специалитеты, кумыс медовый, 280 рублей за 250 миллилитров. Есть обычный, но обычно я пробовал и в целом в России, и в Казахстане, помните, вкус нации. А это медовый. Ох, аромат резкий, кислый. Но, кстати говоря, цена у медового и обычного одинаковая, поэтому, по сути, мед здесь бесплатно. Приятно и за ваше здоровье. Реально, как будто пьешь вот чуть-чуть забродившую медовуху. То есть, вот у вас есть обычная, вы ее немного подержали, буквально там несколько часов, могут идти на солнце, а с медом прям намного приятнее и послевкусие, как у сладкого сидора, у медовухи. Господа, это для меня открытие. Теперь я буду искать медовый кумыс, там, где можно его найти. Не каждый, конечно, раз, но, точнее, как, не буду искать, буду натыкаться, если, то возьму, потому что история годна. Выглядит, конечно, своеобразно, то есть, эти вот осадки, в виде хлопьев молочных, но по вкусу, конечно, вот, реально похоже на сидр, а сидр я уважаю. Ждем закуски. Башкирский стол нельзя представить без блюда костыбы. Это у нас порция уже на двоих, поэтому мы сразу делимся с оператором, точнее, я вот так вот беру себе и мы рокируем. То я руками не трогал. Первый у нас костыбы, точнее, его половинка с картошкой, зеленым луком. Для такой тонкой лепешки начинки они не жалеют. Картошка с тестом, с луком, ничего нового, ничего, я думаю, что удивительного пусть не будет, но просто приятно, с такой вот музыкой национальной, этнической. Нежное пюрешко, лук чуть-чуть вот подхрустывает. Подхрустывает. Тесто пластическое, здоровское. На крышках прям топ. А этот костыбы послаще, он с пшеном и тыквой. По сути, я только что выкусил сладкую пшенную кашу. Это бы на завтрак тоже прекрасно зашло. Прям очень вкусно. Серьезно. Я понимаю, что для многих это база. Мне, как жителю Москвы, где костыбы и днем с огнем. Это просто в радость. Вторая закуска, мясная тарелка, тоже на двоих, но, собственно, подали вместе, потому что мы друзья. Давайте начнем с овощей. Малосольный огурчик. Бойкий, русский, приятный. Копченый бекон из грудинки конины. За ваше здоровье. Только я хотел сказать, что с беконом это несравнимо, вот в нашем понимании, но на третьей, четвертой секунде я понял, что это тот бекон, который вот такой длинненький в магазинах продается в нарезке. Да, очень похоже. Конечно, с характерным вкусом и не менее характерным жирком, но это прям очень вкусно. Мясо номер два. Вяленый козлык, он же колбаса из конины. Вяленое мясо опять же отличается по вкусу от вяленой свинины, говядины, еще каких-то вяленых мяс. Специи очень сильно вступили на рецепторы. Жирно, солоно и знаете что? Я думаю, что это мясо хорошо запивает кумысом. Такое чувство, что он еще чуть настоялся, чуть подзабродил и мне все больше нравится. Далее у нас снова козлык, но уже отварной. Мясо холодное и холодный жирок. Сразу мне вспоминается утро после какого-то праздника, где нарезочка недоеденная. Владимир, открываешь, берешь, ох, и вспоминаешь, как вчера было классно. Но все-таки не зря здесь по одному кусочку этой отварной колбасы на человека, потому что если вкус ярко, благоиграющее и уже через какое-то время хочется его перебить, поэтому по кусочку на заказчика этого сета прям потай. Идем по нарастающей. Это у нас тутерма, ливерная колбаса из канины. Ну, субпродукты внутренние органы. Среди них, естественно, печень во голове. Ох, как хорошо, что огурчик остался. Нет, ну, при всем уважении к башкирской культуре, кухне и так далее, но нет. Ну, нет, конечно. И вот то, что мы ели до этого отварную колбасу, она прям вообще шикарная, вкуснейшая, если сравнивать, то, естественно, я за нее. Хотя, конечно, вот вяленая пока что самый топ. Там еще остался кусочек для оператора. Нет, ну, конечно, все нужно пробовать обязательно, потому что сет для этого и сделан. Но вот только, чтобы галочку поставить, я молодец, я пробовал и теперь есть чем сравнивать. В общем, интересно, так скажем. И последнее, что у нас есть в нарезке, это вяленый гусь. вот здесь все шикарно. Соль, специи, нежное мясо, сдобренное жирком. Как будто ешь шпик. Вот, сало. Классное завершение. Интересной подачи. И огурчик малосольный. Молодец. Мы находимся на экваторе дегустационного сета. Третья подача и бишбармак, король стола. Бишбармак через и пишется в данном случае, потому что это башкирский язык, но тот же самый перевод, пять пальцев. У нас крепкий бульон с зеленью, тут три вида мяса, баранина, козылык и говядина. Это у нас мусс из корота, а это, собственно, лук, обжаренный в сливочном масле, лук зеленый, не обжаренный ни в чем. И под тонкими слоями теста у нас также три мяса, козылык, баранина и говядина. Я спросил у официанта, как это правильно есть, и он сказал следующее. Вначале берем мусс из корота, пробуем, потому что он довольно кислый, нужно привыкнуть. Ну, сухой кумыс, по сути. Ну да, курт, корот, все знакомое, но текстурка посмотрите какая. Прямо вот давайте крупничком, вот так вот. Воздушное и, после слова, эспумированное. Ох, хорошо. Дальше берем крутой бульон и пробуем его. Насыщенный, мясной. Конкретно, конечно, сложно идентифицировать мясо, но мы верим официанту, что тут три вида мяса и в целом пытаемся их распознать. Он, кстати, не очень соленый, возможно, в сравнении с муссом из корота, но в целом такой крепкий. Это давайте тоже попробуем отдельно. Официант сказал, что да, в целом руками едят издревле и в ресторане даже есть перчатки, но я сказал, что перчатками я думаю, что есть вообще супер неправильно. Поэтому попробуем отдельно. Так, возьмем вот говядину, козелек и баранинку. Закрываем и пробуем. Вкусно сто процентов. Жирно, бесспорно. Тесто тонкое, здесь оно приготовлено на манер гавиоли или пасту или что-то итальянское, потому что в Казахстане прямо тесто было плотное. Мясо просто нежнейшее. Посмотрите, волокно к волокну. Я не прилагаю практически никаких усилий. А сейчас мы сделаем микс, потому что официант не рассказал, как по-современному едят это блюдо. Берем пол-ложки мусса, добавляем в наш бульон, размешиваем. После того, как размешали, пробуем и оцениваем вкус. Гармонично без перекосов. И самое интересное, странное, страшное, идите-ка сюда, нужно этим бульоном все вот это дело оставшееся полить. А дальше делаем так, чтобы и мясо, и тесто, и зелень соприкоснулись с нашим бульоном. Вот так вот. Возможно, и даже скорее всего, я делаю все неправильно, но мне очень вкусно. Поэтому я готов к порции критики от знатоков либо от консерваторов. Я считаю, что все полезно, что рот полезно. И если турист так сделал, захотел, и при этом его все устраивает, а меня все устраивает, то можно делать так. Солоновато, насыщенно, душисто, сытно. Это только третья подача. У нас еще одно горячее и десерт. Топ. У нас новая подача и единственное блюдо из сета, которого нет в меню. Стерлядка, филе, соус жу из стерляди. Это у нас крем из картофеля, зелень и лукфри. Естественно, очень нежная рыба. Посмотрите, раз, два, ох, и аромат какой пошел. Вот как-нибудь нужно, знаете, провести дегустацию, обзор вместе с подписчиками, чтобы мы ели одно и то же и как раз таки в сете, для того, чтобы мы с вами делились впечатлениями. Я ем, вам рассказываю свои мысли, свои ощущения. Вы едите, и мы этим делимся. Это было бы, конечно, идеально. Нужно понять, в каком формате, но, в принципе, мне это нравится. Если вам тоже, то пишите в комментариях. Нежнятинка. Прям, ну, сделать ее холенее невозможно. И соус из нее же немного терпковатый, но очень хорошо раскрывает рыбу. И давайте перейдем к гарниру. Как только не называли пюре. Мусс из картофеля, крем из картофеля, эскума из картофеля. Ну, по сути, просто пюрешка с шустящим луком, с обычным луком. Молодцы, маркетологи. В сете прекрасно, потому что порция небольшая, вот чисто закусочно-дегустационная, но, чтобы попробовать, этому хватает. я, конечно, уже наелся, напился кумыса, но вот это точно доем. Последнее блюдо из горячих, но не последнее в сете конина. Стейк, это насос доме глаз, пшеница с белыми грибами, нос снеговика, а вот это печаль, потому что обычно в сет к этому мясу идет костный мозг, прямо вот в косточке, но, к сожалению, поставщики костей сейчас то ли в отпуске, то ли спят, то ли что, поэтому у нас брускетка, конское сало с томатами перемешано и маринованный лук. Вначале берем замену костного мозга, но, кстати говоря, вот посмотрите, прямо вот очень-очень нежная булка. Первым доносится аромат маринованного лука, а дальше такая овощная тема, то есть конем ни в каком виде не пахнет. Прикольно, живенько, жирненько, по сути, сало с хлебом, с мягким. Костный мозг, конечно, был бы поантуражнее, но замена по вкусу, по ощущениям неплохая. Сало конское прям вообще и вот лук реально он спасает ситуацию и гривистый добавляет. Что у нас по стейку? Довольно мягкий, понятно, что конь всегда жестче говядины, жестче других видов мяса, но, соответственно, вот тут тоже над ним поработали и постарались сделать его податливым. Промакнем в соус и попробуем. Очень насыщенно и домиглас такое чувство, что чуть-чуть передержали, потому что он прям горчит. Пшеница с белыми грибами тоже не идеально, вот ее как будто бы не доварили. Здорово, что это в сете, потому что если бы я отдельно заказал, я бы расстроился. А так как, в принципе, мы пробуем все, и здесь небольшая порция, то есть, если мы это не доедим, то у нас не будет голода, потому что и так очень жирно много. В принципе, стейк из конины это очень специфическое блюдо, не для всех, но попробовать его нужно, как и ливерную колбасу. Ну да, очень горчит для меня глаз почему-то. В общем, знаете что, я предлагаю, когда будет поесть костный мозг, а сейчас довершить это все дело брускеттой салом. Ура! Последняя подача. Десерт. Он называется десерт про мед. В меню такой есть за 590, но там больше размера. Давайте посмотрим состав. Пирожные из медовика, тартар из яблок, изюма и карамелизированного лимона, чипсы из медового бисквита, крем из пшена, мед в сотах и, внимание, мороженое со вкусом, чай с молоком и душицей. Вот такая вот история. К этому десерту подают чай башкирский, тоже входит в цену сета. На первом, втором и третьем месте мята и такое чувство, что вот вы взяли мятную жвачку, то есть настолько яркий аромат. Здесь уже травы, то есть мята отворяет двери и врываются на рецепторы как раз таки вот эти вот все травы остальные. Приятный зеленый чай и давайте попробуем десерт. Начнем снизу. Крем из пшена. В меру сладко, в меру ванильно и давайте пока мороженое не растаяло попробуем его. Вкус чай с молоком и душицей. Это опять же как и мусс из картофеля больше маркетинг. Что-то такое вот цитрусово-солоноватое. Душица появляется, но не сразу. Так-то вот гадя название и чай с молоком можно почувствовать. Вкус интересный, необычный, но вот скажи мне, вот какой это вкус. И я бы не знаю описание, я бы сказал, ну что-то вот цитрусово-травяное. Следующим пойдет шайба из медовика и тартар из разного. Вот это прям вышечка, пушечка, бомба, петарда и так далее. Раскусываешь и просто вот мед течет, но при этом оттеняется немножко кислым тартаром. То есть у нас яблоко, лимон и изюм. Это прям очень хорошо. И мед в сотах. А вот тут нам понадобится чай. 590 рублей за целый десерт. И вот если сейчас очень сладко, но в меру, потому что небольшой объем, то там, конечно, я думаю, что будет делиться. Ох, чаечек заиграл егоми красками и стал функциональным. Мы еще не похрустели чипсом. Чипс медовый, сладковатый, но внимание хочу обратить на малину. Вот она у нас сегментирована. Она была специально заморожена, чтобы осталась текстура и вкус. И кислинка, которая в ней есть, она немного интелризует сладости. подали на всякий случай сахар, но он тут вам не понадобится, потому что чай с этим вот сладким это сочетание идеальное и не нужно ничем мешать. сет классный, я его горячо советую. И если вам достанется кость мозговая, то будет вообще вышка. Нужно передохнуть и двигаться дальше. Еще полфильма впереди. И вот мы снова в арт-квадрате. Судя по количеству местных заведений, которые вы советуете, отсюда мы еще долго не уйдем. А сейчас Ева. Ресторан паназиатской кухни, который занял четвертое место среди ваших рекомендаций. Пойдемте нам наверх. Вы мне рекомендовали это заведение со словами хорошая кухня с прекрасным видом. И вид правда классный. Снующие беззаботные люди. Реально арт пространства. Вид реально шикарный. Цены высокие. Мы сидим высоко и надеюсь кухня такая же высокая. Есть его бокс. Это видимо как в редбоксе у Тимоти Ипинского такие вот колобахи. Но так мы уже в доставке заказывали роллы, то сегодня без них есть сашины. Я думаю что свеженько надо заказать. Татаки интересно. Тартары, куча роллов, салаты, на хлебе у нас рыба-морепродукты, супы, холодный суп лосось, овощи, рис. Вок, горячее блюдо, рабата-гриль, пиццы, фокаччо. На другой стороне бокальные позиции вина, бутылки-бутылки, алкогольные коктейли, настойки, лимонады. В общем, я думаю, что пообщаемся с официантом и возьмем чего-нибудь такого легонького, чисто проверим заведение на свежесть. Хочется чего-нибудь прям свеженького, потому что в такую погоду прям сильно наедаться не нужно. Может быть с сашими начнем? Если выбирать между татаки и сашими, я бы лучше выбрала татаки с лососем либо с тунцом. Это получается идет вид нарезки из рыбы, обжаренной и немножечко опаленной. Вместе подается соусами. Соус у тунца идет понзу, он более такой соевый, у лосося идет кокосовое молоко и опаленный мандарин. То есть сочетание прикольное, он островатый, также в основу входит немножко паста том-ям, то есть он получается такой сливочно-островатый. Сашими это как бы просто свежая рыба, также добавляется просто соус кормки. Давайте может быть тогда лосось, кокосовое молоко и опаленный мандарин за 1200 татаки. 1200. Оно того стоит. Понял. Берем. И все-таки сашими длинновосточный гребешок и сладкую креветку. Давайте сразу прям. А вот сашими жареный угарь это как? Обычно сашими это сырая. Сырая рыба, но у нас просто идет именно копченый угарь. То есть он идет туда опаленный также вместе с добавлением соуса полного. Тогда думаю, что нам хватит сашими гребешка и креветки, а татаки возьмем вот именно лосось. Хорошо. А вот супы что посоветуете? Супы очень часто берут мисо-суп и том-ям. Только у нас том-ям он не классический, он идет именно пан-азиатски. То есть туда идет в добавлении курицы, морепродукты, лук. И без кокосового молока видела? С кокосовым молоком тоже, он идет. А вот холодный суп? Он что-то наподобие том-яма, просто холодный. Холодный том-ям. Холодный том-ям. Нигде не пробовал, давайте возьмем. Хорошо. Потому что холодный том-ям это нужно. И первое блюдо из раздела сашими это у нас дальневосточный гребешок дайкон шисо соус понзу 590 рублей 80 грамм. Но тут такое чувство, что грамм 120. Если кто-то из вас был в этом заведении, скажите, так ли всем подают или сегодня какая-то акция. Давайте возьмем эту шайбу. Прям хороший. Нежный, сочный, приятно жуется. Конечно, по ощущениям был замороженный, но в любом случае вкусный. И сом спонзу немножко так вот обрамляет его. Без соуса, без кислинки было бы как будто бы и простовато. Раз, два и три. Хотя может и не замороженный, а просто охлажденный, но в любом случае приятный. И цена 590 рублей суперадекватно за такую порцию. Я вначале сказал, что вид высокий и цены тоже, но еще раз присмотревшись, я понимаю, что некоторые позиции стоят приятных денег, а там, где дороже тысячи двух, это какие-то вот большие порции на компанию. в любом случая это прям хорошо. Берем васаби, обычная паста, ух, прям такая ядерная, с ней поаккуратней. Ибирь самый стандартный. И давайте попробуем соус шисе, как сказали, майонезный. сладкий майонезный соус как будто бы с каким-то цитрусом, то есть либо апельсин, либо мандарин. И последнее, что попробуем, это дайкон. Обычный хрустящий дайкон, каких тысяч. Блюдо номер два из раздела сашими, это сладкая креветка, дайкон, шисо, соус понзо, то есть то же самое, что и перебешок, только вместо него креветка. стоит 500 рублей. Я вспоминаю ресторан Нолан из Перми, где семь креветок нам подали за 990 рублей. Нежная, бархатистая, с характерным вкусом, классная креветка. Ничего лишнего. Соус понзо немного обволакивает, приминает, подбивает, как одеяльце, но вкус остается тот самый знакомый, правильный и самое главное ожидаемый. Немного искупаем нашу креветку. Шикарно. Если гребешок был классный, то креветка восхитительная. Серьезно. Она точно не была прям заморожена. Охлаждена? Да. Как-то доехала. В общем, огромное спасибо Еве и вам за ее еще одно красивое холодное блюдо татаки. Лосось, кокосовое молоко, опаленный мандарин 1200 рублей. Вот тут цена конечно немножко разнится с тем, что подали. Да, красиво, да, хитро выдумано. То есть тут и паста том-ям, и зеленое масло, и ореховый соус, и опаленный мандарин, клубничка, опаленный лосось. То есть ну все эстетично, но прям закуска за 1200. И кстати, на удивление, ни к сашиме, ни к татаке не подали палочки. То есть даже не спросили. Аромат еле различимый, почти никакого не. Перемудрили. Хотели сделать максимально что-то интересное, необычное и проиграли. Но вот правда хотели эклектику, а получили какофонию. Остринка довольно сильная от пасты том-ям на финише, но при этом до этой остринки, пока она не появилась, мы получили какие-то шметки вкуса. Где-то был лосось опаленный, где-то промелькнуло кубника, где-то мандарин. Как-то это не очень сочетается. В меню написано, что есть кокосовое молоко. Здесь я его особо не почувствовал, потому что было чего проявляться. Ну нет. Возможно, конечно, это высокая кухня, до которой я еще не дорос, но как-то максимально странно. Хочется, чтобы взяли все, что было в холодильнике и сделали. Давайте отдадим, скажу, что авторское прочтение, новая классика, современность. Но с другой стороны, есть о чем подумать о том, что нужно было заказывать с тунцом или гребешком то таки. Все-таки блюдо не отпускает. Давайте все попробуем по отдельности и поймем, в чем здесь проблема. Мандарин очень пресный, то есть нет кислинки, нет прям большой сладости. Даже капелька соуса там ям полностью вкус натурализует. Как лубника. Послаще. Но опять же, проблема в соусе. Он тут всеобъемлющий. Вот где кокосовое молоко. Оно прямо в этом соусе. И давайте отдельно все-таки лосось. Лосось хорош, но фрукты и ягоды ему мешают 100%. И вот он как раз с этим соусом гармоничность существует. Но, конечно, без мандарина и лубники за счет 200 было бы не продать. Вот перемудрили. Мы добрались до раздела супа. Это у нас холодный суп лосось, овощи, рис. 820 рублей. Если вам кажется, что суп какой-то густой слишком, то можете долить бульон. Тут у нас паста том-ям. Сливки. В принципе, говорят, что это холодный том-ям, но более сливочный. Вот цены на супы в этом заведении реально неоправданы. То есть 590 стоит мисо-суп. Том-ям 930. Этот холодный суп, где две креветки, чуть лосося, там рис, бобы и дамама, чуть кальмара, лайм. 820. То есть если вот сашими, понятно, что это свежее. Ну, татаки с трудом за авторскую задумку, то здесь ну, 600, ну, 700 рублей. на 820, конечно, too much. Пробуем, как всегда, бульон. Том-ям чувствуется, остынка есть, но, правда, она меньше, чем даже в татаке, в этом соусе. Сливочно, довольно нежно. Ну, правда, холодный том-ям, и тоже это что-то новенькое для меня. Давайте попробуем теперь гущу. Ну, прикольно, кстати. То есть, все, что есть в пластическом том-яме, по вкусу, по ощущению, присутствует. Просто он не горячий. Мне нравится много больше, чем лосось, лосовое молоко, мандарины и так далее. Возьмите на заметку рестораторы и шефы из других городов. Можете смело подтыривать. Если бы еще так не сделали, просто я это вижу впервые. Единственный минус, который можно найти, это холодные морепродукты. Из-за этого они жуются тяжелее, и креветка близка к резиновой, как и кольцо кальмара. То есть, в целом, приготовлены классно, но если бы их теплыми добавляли, да, понятно, что прохладный бульон, поэтому остынет, но если бы они были горяченькими в сковородке, то было бы, на самом деле, поинтереснее. К сырому лососю вопросов нет. Это эксперимент более чем удачный. Вот за него ставлю плюсик. Почему реально там гаспачо, окрошка, холодный борщ есть, а вот том-яма холодная раньше не встречалась. Ну, так просто вроде вот положил все и залил холодным бульоном сливочного, кокосово-молочного, том-яма, и все. Реально классно и сытно, но все равно вот 820 рублей. 790-е была бы такая вот планка психологическая приятная. Но по вкусу прям вообще хорошо. Десерт награда за еду, но перед ним всегда освежаем рецепторы. Это лимонад домашний, ананас грейпфрут, 660 миллилитров за 680 рублей. И вот здесь, конечно, ребята из Евы ловят от меня дичайший респект. Это у них честный литр. то есть 660 это напиток, жидкость, а все остальное, чтобы до литра добить в плане графина лед. То есть они продают только напиток за 680 рублей, а не напиток со льдом. Тогда цена получается адекватной, потому что обычно, когда там литр считается вместе со льдом, потому что пока там растает, то все. Вот здесь мое почтение. Мы заказали ананас грейпфрут, и он по описанию должен быть задорным кисляком. Кислый грейпфрут на первом месте, на втором кислый ананас. За ваше здоровье, господа. Вау! Прям вот хорошо. Если у вас не дай бог какой-то насморк тут же пробивает, потому что это прям вещь. Причем кислинка такая вот яркая, бодрая, борзая на первых секундах, а в конце вот такая карамельковая нота, вот так от леденца. Своих денег стоит определенно. Ох, да! Вот по очереди появляются ананас с грейпфрутом, и суперсбалансировано. И даже не так кисло, как могло быть. То есть вот сладость на финише, она все-таки все это дело сглаживает. очень вкусно, чувствуется, что натуральный. Ну и, конечно, честный литр, это правда очень круто. Десерт, награда за еду. Это у нас меренговый рулет за 290 рублей. Видим фисташку, фисташковый крем, и, как я понял, микс малины и вишня. Внутри прям пропитанный, нежный, сверху чуть подхрустывает. Давайте возьмем из недр. Свежий, довольно легкий, сладкий. Это нужно понимать прям сладко-прилично. Фисташка раскрывается не сразу, через секунд 5-6, но пышным цветом. Просто десерт без изысков, без восторгов. Хочется сладкого после обеда морепродуктов, супов? Возьмите. Не хочется, особо ничего не потеряете. Не выдающийся, но неплохой при этом. Нормальный. То слово, которое, в принципе, точно описывает. Но, правда, особо больше сказать нечего. И можно делать в другом заведении в Сароваре от этого владельца. Я думаю, что логичнее туда прийти, взять с собой и вечером с чайком заточить. По Назии десерты надо брать нелогично. Так получилось, что наш приветствую в Уфу совпал с днем открытия знакового для города фестиваля есть фест. Здесь представлены около 100 ресторанных концепций. Для нас же прекрасная возможность пробовать то, что в фильм, к сожалению, не поместится. если бы честно, на фестиваль пришел в первую очередь из-за Джахури, потому что вы это заведение грузинское поставили своей активностью на третью строчку среди всех уфимских ресторанов. Что же там такое? Почему Грузия так популярна и так вкусна? Давайте проверим. А хинкали нет? Хинкали, к сожалению, нет. Хинкали можно в ресторане попробовать. Это я понимаю. Я надеялся, что вот попаду сюда именно на них. Но тогда, видимо, Хачапури мы Аджашки приготовим для вас морс. А Джахури не хотите попробовать? А Джахури? А напомните, это прям... Это вот у нас картофель, свинина, томаты. Очень сытно. Вот мне чуть-чуть вот просто... Самое вкусное у нас. Я понимаю, просто чуть Хачапури перекусить вот... Только Хачапури? 310 рублей, пожалуйста. Супер. Я, конечно, очень расстроен, потому что я ожидал и хинкали, и Хачапури, но, понимаешь, здесь сложно и клепить, варить, но вот надежда была. Значит, вернемся в Уфу, вот Джахури. Но вначале давайте с пылу, с жару размешаем желточек, сырочек, масло и просто кайф о нем. Запах невероятный. здесь из каждого кормера приятный аромат и от шашлыков, и от плова, и от паэльи, и от всего остального уже, да. Вот, но, конечно, в данный момент Хачапури, Хачапури, конечно, это прямо топ. Ну, что ж, вот так, ох, я вспоминаю суфру, когда нам официант, как казалось, за 5000 накручивал. 10 обломок с 10, не меньше, то есть я уже закончил счет, а сыр все тянется. Все-таки, как мне кажется, не зря вы рекомендовали от Джахури. Удивительно, вкус сыра, как инфистенция, тесто недожаренного. Там тягучее такое. отломим уголок, ух, тесто прям мягкое и максимально максимально накрутим. Вот так. Это очень вкусно. И сыр прям необычный. От души тесто прислотковатое, но то самое знакомое. И, конечно, пышность от масла. от яйца и, конечно, сыр. Прям я удивлен. Меня очень просто забайтить на приход в заведение. И разжигатели, видимо, это знают, потому что еду я по фестивалю и смотрю Доширак Люкс. Прям вкусный дошик с брискетом. Так и написано. Собственно, встал в очередь, жду заказ и будем пробовать. Внимание, Доширак Люкс за 350 рублей с брискетом. И давайте посмотрим, сколько брискета положили. Ну, раз кусок, два. Ну, слушайте, где-то, наверное, даст бы ни куска, но знаете, что? Лапша не заварилась, то есть, она еще полусырая. Доширак Денте заказывали, берился по праву. Не, ну, это не дел. Ой, там хрустишь. Конечно, в детстве все хрустели лапшой неприготовленной, но, ну, ну, ребят, либо нужно ждать, пока дозаварится, хотя нам уже отдали, в принципе, готовое блюдо. То есть, я не слышал, чтобы стали, дарить там 4 минуты завариться. Странно. пока, лапша готовится, пробуем брискет. Мясо мягкое, дымное кольцо широкое. Брискет шикарен. Копченое мясо, податливое, волокнистое, но вопрос с лапшой, конечно, байт чистый, то есть, я именно за этим пришел. То есть, если бы просто брискет, там тот самый, но он много где есть. А вот так, чтобы дошик люкс, не люкс, это просто дошик. Причем, вот если в Москве делают типа доширак, но лапшу сами готовят, то здесь вот прям взяли обычную заваривалку и не дозаварили. Уже помягче, но все равно хрустишь. Не продуманно вот на фестивале подавать такое блюдо. дежурная, рюмочная, одна из лучших рюмочных города. Ну, сам бог велел. 150 рублей, настойка гранатовая, классическая для этого заведения, ну, в такой таре. Ничего страшного, мы на фестивале. За ваше здоровье, господа. Ох, насыщенный аромат наршараба или вот гранатового варенья, такая сладенькая, с кислинкой, с характером. Ох. Хорошо. Свои 150 рублей стоит даже в такой таре. Жизнь требует баланса, поэтому после рюмочной идем в ягоду номер один поправлять здоровьем. Стакан мохито 170 рублей. Кисленький, со сластинкой, с горчинкой, вот разнообразный, богатый, без алкоголя, потому что это зожбар. Умеют в мохито, ребята. На фестивале я плотно перекусил, но все-таки десерт-награда за еду и здесь тоже нужно наградиться. Я вижу лунные десерты, я к ним иду. Можно тем, кому нельзя лунные десерты. 240 рублей стоит два шарика, а тут два шарика. Дайте-ка сюда. Это у нас сам лунный чизкейк, а это сникерс. Начнем с маленького лунного чизкейка. Очень много вкусов. И кокос, и бисквит, и ягода, и творожная составляющая. Я понимаю, что это без сахара, то есть либо заменителем, либо каким-то посластителем. Друзья, можно всем, кому нельзя. То есть неплохо. и давайте-ка сникерс. Чернослив на финише, все встало на свои места. Торт сникерс один в один. Да, с твороженом это все-таки это чизкейк, но вот аракис, карамель, нуга и шоколад. Ну, это прям вкусно. Идеальное завершение плотного фестивального меню. Марка Пола. Еще одно заведение, не зайти в которое было бы преступлением. Второе место по количеству ваших рекомендаций, тринадцатое место в рейтинге Виртуит Регион Центр и 5.0 на Яндексе. Пойдемте проверим. Как я понял, это заведение одно из тех, которое нужно бронировать заранее, если вы вечером идете. Неважно, выходной день, будний день, в любом случае будет много народу. Нам буквально чудом удалось сесть на удобное место, чтобы никому светом не мешать. Сразу воду дали. Это приятно. И антураж, знаете, такой фрегат старинный, как был у Марка Пола, стилизованный. Много дерева, как будто бы палубы. Да, как будто мы в путешествие отправились. Давайте отправиться в путешествие по меню. Марка Пола, суши Поки, меню, кстати, небольшое, то есть тут 8 блюд в разделе суши Поки, закусок штук 10, 4 салата, мясо, эклепные семерка, рыбные продукты, 6 штук, супы, хоспер, десерты. Ну да, тут в сумме, наверное, блюд 30 наберется. Видавшее в виде меню, либо его давно не меняли, либо тут часто люди ходят и его терроризируют, либо и то, и другое. Ну, в любом случае, я когда готовился к этому ресторану, я, в принципе, выбрал плюс-минус себе позиции, поэтому быстро попросить с лицентом уже без вас, чтобы интрига была хоть какая-то. И будем есть. Вообще удивительно, уже почти конец фильма, и это только первый комплимент. Соответственно, хлеб сами не пекут, но допекают, получается, нежный, то есть тут хрустит корочка, здесь все мягко и масло с чесноком, значит, это наверху нори. Хлеб приятный и давайте маслить. Как же я люблю деревянные ножи для масла. Вот так вот, раз, два, масло взбитое, нежное, вот так. Масло с рыбно-водорослым вкусом. Бесплатный вообще шик. Я бы за это заплатил по рублей 250 за вот четыре кусочка и масло. То есть тут порция довольно большая. Если вы очень хотите есть, я думаю, что вот это вас в первую очередь изнасытиет. Класс. Кстати, вот вкус масла правда необычный. Сейчас добавляют там чеснок, цирковую соль, а вот так, чтобы морскую ноту добавили. Такое... Не то, что впервые, но довольно давно я уже не пробовал. Отлично. Винная карта, это, конечно, прекрасно, но всегда советую общаться с сомелье. Оказалось, что сегодня как раз таки персонал и сомелье в том, что вот такие вот дети бывают, в том числе пробовали новое вино для их заведения, которого пока что нет в меню. Сорт винограда Альбаринья, винодельня Гранд Базан. Версия вина этикета Верда, 22-й год урожай, соответственно, Испания. Очень ярко, кислотно, чувствуется яблоко, цитрусы, такое, знаете, раззадоривающее и урожайное. Ох, да, с ним не соскучишься. Кислотность выше среднего, но при этом хочется пить и пить. Яркое, такое вот, радужное и праздничное, я бы так сказал. Первое блюдо из раздела суши и поки. Филадельфия Байдолблин, такая фамилия у шефа, 950 рублей. Ролл довольно большой, несмотря на то, что на 7 кусков разрезан. Идет соус терияки, что интересно, васаби айоли и наверху хрустяшка. До того, как мы попробуем, прошу обратить внимание на палочки, они металлические. Так, берем ролл и давайте посмотрим, что внутри. По сути, только сыр Филадельфия, П-образный лосось, правда, румяно-выглядящий и, собственно, два соуса. Один внизу, другой сверху. 950 рублей. По сути, тут особо ничего, кроме двух соусов, нет необычного. Вкусно, ингредиенты качественные. Васаби приятно так пощипывает, но 950 рублей за ролл. В принципе, здесь цены не низкие, потому что ресторан приличный, понятно, вечерний, сюда приходят не каждый день, а либо на торжество, либо в принципе люди, которые ходят по ресторанам, меню небольшое, то есть, понятно в целом, за что, ну, то есть, 800 рублей, 950, но 950, я понимаю, что сам шеф это делал, придумывал, васаби там, может быть, натирал даже, хотя, конечно, паста, но не знаю, то есть, это правда вкусно, то есть, я попробовал и могу сказать, что и филадельфия качественная, и лосось, посмотрите, какой толщины, тоже очень вкусные, и соусы подобраны, что фасаби вообще топ, что терияки, для того, чтобы добавить красок, но вот начинка, по сути, просто сыр филадельфия, я понимаю, что она так и называется, даже в кавычках, ну, за ваше здоровье, господа, нет, ну, вкусно, черт возьми, каждая нотка выверена, все на своем месте, приятное покалывание каждый раз, когда ты соприкасаешься с этим соусом васяби, ну, если шеф умеет, имея качественные ингредиенты, сделать и красиво, и вкусно, и по-авторски, тут можно любую цену ставить, то есть, мы во многом платим за бренд, и здесь бренд это сам шеф, но вот с другой стороны говорят, критикуешь, предлагай, и вот спросил меня, а что же добавить в Филадельфию, чтобы было вот на 950 рублей, а я не отвечу, потому что добавишь цитрус, или там, не знаю, угря, или еще что-то, уже будет дисбаланс, какой-нибудь перчик, незачем, потому что васаби здесь играет на наших рецепторах, рыба свежая, Филадельфия классная, нет, все-таки задуматься не заставляет, но в итоге приходишь к мысли, что за такое блюдо, вот, визитную карточку, можно брать такие деньги. С другой стороны, верить, что там не полторы тысячи, как бывает в Москве, то есть, ну, по сути, претензий по вкусу и по виду нет. В принципе, давать блюду свое имя, поступок смелый, в данном случае ставка сыграла. ролл очень и очень хорош, даже, вот я бы сказал, близкий к идеалу. Единственное, что можно посоветовать, это нарезать сам ролл на 8 кусков, потому что, когда 7, они очень большие и рот приходится открывать сильнее, это неудобно. Я понимаю, что авторская подача, она в том числе и в количестве кусочков, то есть, у всех 8, или там 6, а у меня 7, но вот видите-ка сюда. Посмотрите, какая толщина и если было поуже, было бы удобно. Но опять же, автор так видит, и если тут подают такие роллы, значит, они пользуются спросом. Просто вот как совет на подумать. Переходим к разделу закуски. Это у нас попкорн из осьминога, крем-батат и соус тау. Стоит 750 рублей за, сколько тут, 9 кусочков. Давайте возьмем самый жирненький, ох, плотный панцирь. Пахнет маслом и немного сладким чили. Кожу, что надо, хрустит прям сильно. Ощущается только вкус панировки. К сожалению, осьминог, который здесь главный ингредиент, он теряется. Естественно, он более резиновый, чем в жареном или вареном брянде. Но здесь как будто бы то ли передержали, панировка такая жесткая, то ли курица. По вкусу-то вкусно, но суть в том, что, чтобы вы не положили в панировку, все будет вкусно, так или иначе. Даже пожарьте картон, будет масляный, хрустящий. Знакомо? Морепродукт сам чувствуется только как текстура. вкуса, осьминога здесь нет. Это в целом вкусно, повторюсь, не в этом дело. Соус саботата, сладкий, приятный, интересный. Как будто будет манную кашу сладкую с утра ешь. И вот флэшбэки необычные, неожиданные. или крем-брюле. То есть, тоже нежная, сливочная и текстурка, и вкус. Просто с тем же успехом здесь можно взять креветки в темпу. Говорят, что это вообще хит, но я решил то пробовать, что не пробовал ни разу и не прогадал. Нет. То есть, мне вкусно. Просто я не получил того, на что рассчитывал. Мой ли это косяк и моя проблема или заведение? Не знаю, я думаю, что правда где-то между. Неплохо, но и не вау. Мне вот даже роллы понравились больше и больше впечатлили, удивили и заставили вздумываться. Здесь ясно, как божий день. Если это божий день, то это божий да. Следующий раздел мяса, блюдо. Перепелка, жареные грибы, крем из картофеля, сливочный жух. 790 рублей. Поднимайся, пожалуйста, обратно, потому что нам дали перчатки, чтобы есть руками птицу, но они так скручены, как будто даже не человеком, а какой-то машиной. То есть, я пытаюсь уже, наверное, минуты-две, но хочется и не порвать, и открыть. Мне кажется, сейчас плюну и буду... плюну и буду есть без перчаток. в целом, интересно, что могут подавать. Хотя, в принципе, сегодня и к бешбармаку хотели подать перчатки, но там уже было совсем, а здесь не совсем. не, все-таки буду без перчаток, заряд крови, потому что они прямо вот пахнут химозно. Возьму даже салфетки, чтобы вытереть руки. Ну, то есть, они плотные, прочные, но, соответственно, не для еды. Пусть им что-нибудь подкручивать или там где-нибудь в воду, окунаться. Это еще можно, но все-таки еда не терпит лишних запахов. Это у нас перепелка, начиненная грибами. Такие вот у нее были ножки. Ну, слушайте, нежна. Да, и смотрите, очень тоненький слой мяса внутри. Довольно плотная набивка, из грибов. Вот так вот. Белые шампиньоны. Вкус осени. Такой вот звоночек, который относится нас к сентябре. И опять же, крем из картофеля. Маркетологи в Уфе едят свой хлеб не зря. Холодный почему-то. Нет, а вот это неправда. Как будто крем из картофеля, потому что это не пюре. Здесь даже больше сырного вкуса. Вообще, такое чувство, что здесь картофелю процентов 30, а все остальное а-ля плавленый сыр. Здесь, в отличие от храни, более-менее оправданное название. храни, ножки, попробуем. Нежное мясо, правда, его очень мало. И получается много мелких хрящиков, поэтому есть. Нужно аккуратно, чтобы у вас ничего не попало внутрь. Это очень опасно. Приготовлено хорошо, нежное, сочное. Когда что-то с чем-то совмещают и делают, как будто так и было, то есть, начинили и закрыли, как будто бы она это все сама съела, то получается занятно. 790 рублей для ресторана цена невысокая, потому что здесь роллы за почти тысячи рублей, поэтому мясо, с бедем грибов, еще и с интересным сыром и картошевым соусом за такие деньги кажется адекватными. Это блюдо помимо функциональности, то есть, как и любое, должно насыщать, здесь еще и присутствуют эстетикой осенний флёк. Значит, что жизнь идет, что за летом будет осень, потом зима, потом весна, потом снова лето и опять осень. Такие вот мысли навеяло мне это блюдо. Соус топовый. Секундочку. Если мы возьмем хлеб, кстати, его подают всем, я посмотрел, на столах стоит, и макнем, идите-ка сюда, это нужно видеть. Вот так вот в соус, я думаю, что получится очень вкусно. Да. Если вы заказываете перепелку, оставьте себе хлебушек, чтобы соус склести. За соус отдельный респект. Десерт, награда за еду, он называется фисташковый пирог, карамель, мороженое. Вот что вы представляете, когда слышите фисташковый пирог. Я вот это. Фисташковый крамбл, мороженое из мацони с ванилью, три ореха и фисташки, а внутри у нас карамель и малина. И давайте сразу его разберем. Так, видимо, нужно взять нож, потому что так просто вилкой не получится. Вот, посмотрите, что у нас внутри. Давайте возьмем свои усилия ингредиенты и орех тоже. Малина ворвается сразу на первое место. Чувствуется фисташковость, творожно-сметанный вкус от мороженого, потому что мацони и завершает уже кислинка, не сладость от малины. Интересно, мне нравится, что он небольшой, пусть, 390 рублей цена адекватная за десерт, который только завершает трапезу, то есть мы сельном закуску, основное, выпили вина, пообщались, будет, хочется чуть-чуть сладкого, численно эти, чтобы остался шлейф приятный. Этот десерт подойдет. Можно, конечно, есть по отдельности, все, но я советую вместе. Десерт очень хороший, все-таки сладкий, даже близкий к притронному, поэтому будьте к этому готовы и берите реально на двоих, потому что, как я сказал, что здесь маленькие компании, друзей, либо романтик, это может вас сблизить. выходим из марка пола, поворачиваем налево, проходим метров пять и оказываемся на ковре около заведения гедонист. Насколько я понял, один тот же шеф, те же владельцы, но вы гедонист чуть-чуть чаще и активнее советовали. Одиннадцатое место в рейтинге вартуит по региону центр, самая высокая в Уфе. Давайте проверим, круто ли там и на сколько, если да. Первое впечатление следующее. Тотальное радушие и гостеприимство. Можно было сесть куда угодно. На самом деле можно сесть на ступени, то есть дают мягкие такие вот подушечки и в принципе уютно тоже на улицу смотреть. Внутри комфортно, свободных столов наверное три-четыре, но все-таки пока лето, еще последние деньки хочется сидеть на улице. Здесь прекрасная веранда. Музычка не орет, это очень важно. И опять же вид на вечереющий почти ночной город. Воду подают бесплатно сразу до заказа. это прям хорошо. И давайте рассмотрим меню. Есть винная карта, интересуют нас бокальные позиции белого вина. Их всего четыре. Соминьон блан, пиногриджо, есть Южная Африка и бахус из Германии, винзер, вене и нигунг. Давайте возьмем как раз таки его. Мне кажется, мы кого-то вызвали. Так, но сейчас у нас еда. Закуски, салаты, бутерброды на свежем тортине, свежая домашняя паста, горячие супы, десерты. Нужно все-таки самое заказательное, вот прям жесткое, взрослое блюдо. Я уже с ним определился. Что-нибудь из пасты, потому что все делают сами и из восьми нужно взять вот одну, не прогадать. Тоже подумаем. Из горячего, думаю, треску, потому что ее в принципе в фильме не было, а здесь вот она прям с соусом из пармезана, с зеленым горошком и стоит 850 рублей. Вот они, кстати, эту сумму не превышают. Я вижу четыре блюда за эту цену, вот выше нет ничего, а вроде как самое популярное по вашим отзывам место. Десерты не хочу, потому что, ну, здесь в принципе классика, я думаю, что они меня не удивят, а вот поесть бы хотелось. Аперитив терресопровождение германский бахус за 420 рублей бокальчик. Бокалы, кстати, шефа Семелья, хорошие. Вау, аромат, знаете, какой? Очень необычный. Чувствуется экзотика, такое чувство, что манго, маракуйя, ананас, какая-то вот грушевая карамель. Причем вино сухое. Пахнет очень сладко. Даже десертно отчасти. Есть кислинка определенная. Вот помните, были такие вафли с прослойкой, с ананасовой прослойкой, когда вы такие прям кислые, ядреные. Что-то такое чувствуется. Удивительно. Вкус яркий, колкий, объемный. темный и опять же со сладким послевкусием, сладковатым. Удивительное вино. Прям вот интересное, классное. И его бы повторять и повторять. Сухое, да, но ощущается как полусухое. удивительное. Итак, с чем же мы его будем есть? Самая взрослая еда на сегодня это у нас ассорти греческих оливок с тимьяном за 350 рублей. Вот так вот. За ваше здоровье, господа. Реально кайфово. Ничего в них не понимаю, поэтому не буду говорить, о, это какой-то вкус. Нет, оливка соленая с косточкой, но чертовски приятная. Вот она вымочена в чем-то. В общем, нужно, конечно, к Бахе в Ебу заехать, потому что он не обещал, что мастер-класс даст по оливкам. Тогда я вам передам. А может вообще это снимем куда-нибудь в телеграм-канал. В общем, решим с ним. Реально вкусно. Вот мне через три дня, первого сентября, будет 35 лет юбилей. И вот наконец-то к этому возрасту я начал любить оливки. Не то, что я заказываю прям каждый раз, но это, правда, было заказано специально по любви. И я сейчас жую и просто просто кайфую. Вот все. 35. Берем красную оливку, она, кстати, порыхлее. О! промочная, она очень соленая, менее хрусткая, и скажу я вам если сравнивать, то первая мне понравилась больше. Она более вот, знаете, более нежная, тоже была довольно соленой, такой яркой, но рядом есть первая приятнее. Это тоже хороша, тоже вкусна. но все-таки вот маленькая зелененькая, она прям для меня пока лучше. И давайте возьмем здоровяка. По вкусу похоже на первую малышку, но более мясистая. Можете правда меня поздравить, я кайфую от оливок. Может быть, от этих конкретно только, или вот в этом городе с сопровождением, уже к концу фильм приближается, то есть уже как бы работа сделана процентов 80, почти 90. Может быть, просто. В общем, нужно пробовать, изучать и кайфовать. Мы все-таки гедонисты, не забываем. Реальный восторг. Как я раньше мимо этого проходил. вино прям ток. А с пастой следующая ситуация. Мы на камеру взяли томатные козаречи с стричателлой за 650 рублей. Выбор пал на них почему? Потому что они, в принципе, самые интересные, плюс томатные козаречи редко встречаются, не более самодельные. А до съемок для себя оператор взял тротоли с жирными лисичками и петрушкой. Было очень вкусно, я попробовал, и я бы их взял, но обзор выйдет после съемки, ну, наверное, через неделю, и лисички, кончатся. Поэтому, если я начну нахваливать, а вы придете сюда и их не окажутся, будет обидно. Поэтому козаречи никогда не денутся, если они будут вкусными, я так и скажу. Если нет, ну, просто возьмете что-то другое, сезонное, что будет. Смотрите, здесь у нас много томатной пасты, обычные помидоры, вяленые черри, стричателла и сама томатная паста. Как сказали, всю пасту делают аль денте, но не прям грызть, а чуть пожевать. Это очень вкусно, бесспорно. Но все-таки справедливости ранее скажу, что с лисичками чуть вкуснее, чуть нежнее. Да, понятно, что разные по типу, но если мы сравниваем, то я, конечно, за лисички. И если вы вдруг успеете на их сезон здесь, то есть, вот выйдет выпуск 29-го, вот, вы придете, как бы, в ближайшие дни, и они еще будут, возьмите с лисичками, потому что они просто закончатся. Это не планедельница, это тоже топ. Вкуснейшая паста самодельная, много вот томата во вкусе, и пожевать его можно, и в виде соуса прочувствовать, и сыр очень качественный. Блюдо волшебное. Его посоветовать можно? Я думаю, что возьму на себя смелость, и любую из домашних паст, здешнюю посоветую. Как минимум, две мне понравились сильно, и с каждым разом, когда вот пробуешь макаронинку, новую-новую, понимаешь, что это просто супер. И сейчас я уже не так уверен, что лисички вкуснее. То есть, вот тут нет минусов, это пять с плюсом, нужно брать, конечно, гедонисте пасту еще каждый раз. Да, это, конечно, калорийно, но это того стоит. Треска с соусом из пармезана и зеленым горошком 850 рублей. Посмотрите, какая это красота. Корочка, вот прям нежнейшая, аппетитнейшая. Сама рыбка, естественно, не менее аппетитная и нежная. Пюре, горошек, и вот насколько соуса из пармезана. Боялся, конечно, что после пасты заказывать такое горячее, ну, будет дауншифтинг. Да нет, смотрите-ка, тут тоже прям все хорошо. Давайте вначале послушаем, как едет мотоциклист, а потом возьмем соус и пюре. Пюре идеальное, соус. Реально из пармезана сделали пену. 850 рублей я бы отдал еще и еще раз. Да, возможно, кто скажет, что дорого, эту рыбу там можно купить на рынке килограмм за 300, но здесь безукоризненно. Просто профессионально. Господа, у вас определенно есть вкус, если вы на первое место поставили это заведение. Спасибо огромное, но это сильно, это прекрасно. При этом цены незапредельные, нет ничего дороже 850. Хотя в Москве такая порция смело могла стоить 1200-1300, а в некоторых заведениях мы знаем, какие там и две соуса с пармезаном, что-то новенькое для человека, который ест дома в основном. Но это вкуснее сделать сложно. Конечно, не умаляем достоинств паст, но и горячая тоже очень и очень достойна уровня уфимского и конкретного заведения. Фино тоже для меня открытие. В общем, у нас еще несколько заведений таких завершающих. Сейчас отправимся. За Уфу я спокоен. С барной культурой здесь все более чем в порядке. Вы назвали порядка десяти любимых заведений, куда сами ходите, но Касабланка чаще всего упоминалась и теплее всего описывалась. Это гастробар, но все-таки упор на настойках. Пойдемте проверим. все-таки здорово, что мы выбрали Касабланку не для финального заведения, потому что обычно у нас рюмочные, камерные, темные, с посадкой на 10 человек. Здесь по масштабу. Два зала. потемнее, пошумнее, посветлее, потише. Мы выбрали второй, потому что нам для камеры дали сразу воду. Особенно в баре налегайте на воду, чтобы сильно не окосеть. Да, понятно, что в бар приходит, чтобы чуть-чуть опьянеть, но для здоровья полезно, и все-таки мы с вами боремся за что? За культуру питья, поэтому пейте воду до, после и между. Дали бесплатно до заказа. Что у нас по меню? Касабланка, ярко, пряно, запредельно вкусно. Хорошо. Так, меню кухни, меню бара, трапеза, выездной бар. Так, вот, меню кухни, закуски, еще закуски, богануш, мизе классическое, мизе мясное, пиде, кстати, интересные позиции, салаты. Честно говоря, я вот наелся, поэтому на блюдо смотреть уже тяжело. Давайте все-таки по классической истории. Начальную настойку оперативную, потом лонг вместе с закуской и финальную. Поэтому переходим сразу к меню бара. Первая страница с настойками, тут их где-то 20 штук примерно, йогуртовая вишня, вот ее вы советовали в первую очередь взять, я думаю, что так и сделаем. Стоит 200 рублей, а почти все остальные по 150. Здесь настойки, видимо, не такие сладкие, то есть бурбонная вишня, перцовка, томатная, бородинская, отсюда тоже бы хорошо что-нибудь взять. Далее коктейли на настойках под номерами, я думаю, что один из них мы и возьмем. Вторая страница, согревающие, сангрии, крепкий алкоголь, вино, пиво, да, в общем, здесь можно хорошенько так посидеть. Ну и какая-то еще страничка сменил выездной бар, нам уже это неинтересно. В общем, я думаю, что примерно я определился, но пару вопросов в центре задам, чтобы время не тратить, я потом расскажу, что он посоветовал. Аперитивная настойка гречка-брусника за 150 рублей. Ну вот, выглядит как просто брусника, но сказали, что в начале гречка в аромате и на послевкусии. на самом деле все равно брусника все перебивает, что бы там ни было. На втором вдохе чувствуется, но мне кажется, это психосоматика, когда ты понимаешь, что там гречка, мне сказали, что она будет, она как бы есть, но в основном все-таки ягода. За ваше здоровье, господа. Во вкусе гречка раскрывается, максимально, но хочется, что они прям бьются с кислой ягодой. Вкус интересный. Крепость, наверное, выше 20 точно, где-то до 27 может доходить. Но кислинка ягодная в конце с нахлестывающейся на нее гречкой. Прикольность, гастрономичная. Классная. Не ядреная, не такая, чтобы перекособочила вас. Я думаю, что если вы настроены на несколько настоек, то одну из них взять необычную можно. Наконец-то, еда, я уже соскучился. Пиде классическое, стоит 450 рублей. Состав тесто, фарш говяжий, сулугуни, моцарелла, помидор, лук красный, маринованный, перец печеный, перец халапенья, руколы с двумя ка. Наконец-то, пиде стоит не 1000 рублей, не 800. По размеру очень похоже на то, что в Москве. Но в Москве запредельные цены на тонкую лепешку с тонкой начинкой. У этой закуски есть сопровождение. Коктейль номер 2. Яблоко, клюква, суданская роза, лимон. Стоит 400 рублей. Пахнет очень свежо. Яблоко свежее, ягода тоже свою свежесть дает. 400 рублей, в принципе, это адекватно. Питки. Вот ликерного типа, то есть, вот есть кислинка, но сладость ее догоняет. В основном чувствуется, конечно, клюква. Коктейль номер 2. Знаете, что я узнал? Что у них коктейли все по номерам. То есть, сейчас последний, это 75-й, и с каждым новым меню как бы старые уходят и исчезают, а новые добавляются, а те, что были в первых итерациях меню, то есть, при открытии, они остаются. И самый ранний, это номер 2. То есть, этот коктейль с самого основания Касабланки радует посетителей. Поэтому, собственно, я его взял. Вот чистая классика этого места. И в целом, понятно, почему хвалят, потому что это прям вкусно. Пиде. Тонкая хрустящая лепешка. Давайте ее согнем. Вот так вот. Рукколу добавляем и пробуем. Я про халапеньо забыл. То ли как-то сбрызнули эмульсии из этого перца. А, нет. Просто очень-очень тонко порезали, что вот глазом так и не увидишь. Во вкусе чувствуется кислинка и острынка. И все на свете. Штука яркая и сочная. Помидоры свежие и печеный перец, они быстро перемалываясь во рту, как раз таки дают вот соки. Ну, а за то, чтобы было не скучно, отвечает как раз таки халапеньо. Тесто приятное, то есть оно ненавязчивое. Тонкое, чтобы сдерживать начинку. И, в принципе, во вкусе оно не особо проявляется. Ну, классно. Ничего сверхнового, но видно, что доведено до идеала. Классическое ПД за очень адекватные деньги. И, кстати говоря, они друг другу очень подходят. То есть это можно заедать этим и это запивать этим. Что я, собственно, еще раз и сделал. Ох, посмотрите, как вот на нашем святу искусственном играют эти яркие цвета. как же классно придумано с халапенья. То есть вот, да, фантомно. То есть вроде как ты не видишь, а оно есть и с каждым куском все больше и больше настигает. При этом сочность, при этом и мясо чувствуется, и сыр есть. И, конечно, номер два, в данном случае номер один. Не, ПД, конечно, теперь вообще вышка. Повторюсь, гениальная придумка с халапенья. Берите, не пожалеете. А у нас дежестивная настойка. Легендарочка. Йогуртовая вишня, 200 рублей. И, говорят, с нее здесь все начиналось. Состав удивительный. То есть сюда входит настойка вишни-мята, которая 150 рублей стоит. И они сами делают йогуртовую основу. И, в принципе, как мне подмигнули и сказали, прям супер секретно, что внизу, собственно, в подвале нацокали все эти настойки и делают. То есть, здесь все самодельное, авторское. За ваше здоровье, господа. Но в начале все-таки водичка, потому что мы давно не пили. хорошо. Аромат, конечно. Вы думали, что я не понюхаю, а попью? Ни в коем случае. Я думаю, поярче будет аромат. Ни йогурта, ни вишни, ни мяты. Вот так немного мята появилось, но практически запаха нет. Но в любом случае, надеюсь, во вкусе раскроется. Столько было про нее слов. Хороша. Тежестивная. Йогурт. Вишневый йогурт. Вы помните, как вот Дониссимо, Эрман. Как раз-таки сливочно-ягодная основа, но с таким вот флером мяты. Она максимально легкая. Вроде говорили, что около 20, но по ощущениям 15. Пьется хорошо, как в начале будет. Трапеза прекрасно себя вести и в середине, и в конце, и в принципе несколько раз за вечер. То есть, если бы мы после этой настойки закончили съемки и дальше бы никуда не шли, то я бы еще заказал одну, как минимум, пиде еще. Потом повторил бы настойку. Но у нас еще фильм не закончен, поэтому лучшего, как хорошего, оставляем так и будем о ней вспоминать. И, кстати говоря, про память. Напишите-ка мне, пожалуйста, в комментариях мерчем, какого бара из какого города является эта футболка. мы были в этом году в городе, в конце был бар настойчный и вот этот вот прекрасный мерч относится к этому бару. А пока вы вспоминаете, мы идем дальше. Вечерний арт-квадрат разительно отличается от дневного. Все тихо, спокойно, только где-то вдалеке доносятся голоса, но уже нет той жизни, которая была при свете. Это не помешает нам пойти в лучшую, по вашему мнению, кальянную крепость. Первое впечатление следующее. Классический кальянный лаунж. Есть два зала больших, это светлый и темный. Стены у нас, кирпич, столы, массивные, деревянные, мягкие, диванные и крепость. То есть тут двойное название. И крепость табака, и крепость как вот сооружение. Здесь есть статуи, в доспехах. В принципе, очень стильно. Музыка такая прям еще как в лаунже. Нет ничего прям сверх вызывающего, сверх нового, необычного, но все продумано. Вытяжка работает хорошо, то есть тут довольно прохладно. Я думаю, что когда клян принесут, будет в принципе недушно. В общем, вызываем клянного мастера, заказываем что-то, может быть, даже с алкогольной тематикой, не на алкоголе, а со вкусом, потому что нужно между барами одним и вторым что-то вот такое тоже подстать. Кальян стоит тысячу рублей, и кальянный мастер сказал, что вкусы здесь виски односолодовый, карибский ром, немного кокоса и сливок. В общем, за ваше здоровье, господа. Ну, чувствуются сливки, кокос и какой-то вот алкоголь. Знаете, похоже послевкусие на коктейль Негронни. Прям курица легко, как, собственно, я и заказывал. Детский, да, но с алкогольными вкусами. Ну, экспериментальный. Конечно, я обычно курю что-то вот типа бельгийских вафель, ягод, но как мостик между питейными заведениями это прям хорошо. Тысяча рублей на веранде 1200. Ну, сейчас уже вечер, холодновато, поэтому здесь самое то. красотень. высокий уровень кальяного мастерства не у меня в плане удавания кальяц, а у мастера. последнее заведение в этом фильме буквально вишенка на уфимском торте настоящий секретный спик-изи-бар. Вы не найдете его адрес нигде в интернете и попасть сюда можно только по личному приглашению. мы чудом его получили и прямо сейчас отправимся внутрь. Пустите, нам выпить надо. Довольно странные чувства у меня. Вот я в настоящем спик-изи-баре в секретном. Обычно когда такое название это все равно есть вывеска типа там только для своих но в принципе и вход понятно где там и адрес можно найти в картах. Здесь вообще ничего. То есть только можно по приглашению прийти не больше трех человек может привести собственно тот у кого есть вход и правда супер секретное заведение. Чего я даже не могу говорить в подвале это на крыше на седьмом этаже на третьем то есть это вот где-то в Уфе это точно и даже не снимаем специально помещение чтобы тоже не было никаких подсказок и вы сами если сюда придете уже поняли как здесь нужно говорить тихо тоже правила этого клуба и просто кайфовать есть меню небольшое там сэндвич оливки фаршированные креветки в кляре то есть ну я в принципе есть не хочу но вот заказал кое-что скоро узнаем и пару коктейлей здесь в разное время работают восемь барменов и у каждого фирменный коктейль из своей топа поэтому вот чисто фирменного общебарного нет сегодня нам достоилось честь одного из бармена застать и соответственно я заказал два коктейля один аперитивный нерводежестивный но на разных джиннах полный свод правил будет у меня по ссылке в описании в телеграм-канале можете посмотреть насколько все строго выглядит вот как в Америке 20-х помните я тоже нет но мне кажется что вот так вот ну вот даже по вот этому антражу который есть вокруг меня видно что это ж неспроста воду подают сразу и реально вот в зале сейчас несколько человек они шепчутся потому что такие правила видимо им хорошо там что-то выпивают а как я попал в этот бар через подписчиков который написал знакомому который собственно уже провел ну то есть пользы от этого обзора возможно вам не будет потому что то есть вы не сможете найти адрес по крайней мере у меня и прям прийти но знайте уфимцы гости города что есть такое заведение куда через своих знакомых по рекомендации можно попасть и кайфануть ну если будет клево так скажу если будет невкусно я скажу что не стоит сюда идти вообще забейте идите в хорошие открытые бары но атмосфера интересная вот как будто ты что-то такое запретное делаешь и чуть так раз посмотрел ага клево для своих еще мы ждем первый коктейль редко что меня может вывести из себя но в данном случае эта ситуация произошла сидим мы собственно тихо общаемся никого не трогаем и тут посетителей коих немного именно две девушки видимо уже сидящие ну пару часов начинают что-то очень громко обсуждать до крика доходит а здесь напомню правило тихо общаться speak easy то есть шепотом чтобы и других не отвлекать и в принципе ну правило заведения супер секретного не все гости одинаково полезны я подошел сделал замечание потому что я считаю что если вот люди здесь они должны уважать других везде так должно быть но все-таки если комьюнити есть а это speak easy комьюнити то причем вот я на место вернулся и они еще там меня громко обсуждают и типа а чего это он тут приехал нас строит не мои правила но я их соблюдаю в общем мы сих пор ждем как-то но как-то не понравилось мне это не причем бароманы стоят тоже подсмеиваются потакают я понимаю гость всегда прав может быть это супер какие-то важные персоны супер давно там при открытии пришли сюда и там сидят и оставляют миллионы денег но все-таки правило есть правило еще такое вы с Москвы вы типа тут не работаете я гость и в таких же правах и обязанностях как и все вот мелочь на самом деле но если мы играем по этим правилам если мы их принимаем мы должны им следовать до конца конечно конечно вот это вот мне не понравилось так ну что ж нам принесли аперитивный коктейль это гимлет джиннас беркшир на лопухе и одуванчике за 600 рублей давайте попробуем кисленький с жвачковой нотой вот я бы сказал что это нордес то есть у него такой вот сладковатый аромат но собственно с калиберкшир я верю за ваше здоровье господа и за мое спокойствие потому что как-то вот не нравится мне такое а такое мне нравится кисленький с травянисто-цветочной темой холодный кстати да вот у них еще фишка то что они замораживают стакан после того чтобы было была лучшая вкусопередача миксует конечно ох знатно ой прям заглотнул хорошо а это у нас закуска оливки фаршированный сыром дорблю в кляре стоит 410 рублей сквозь аромат кляра проклевывается и кислинка от оливки и такая вот выдержанность от дорблю финальный босс если оливки в гедонисте вот были чем-то проходным мобами так сказать то вот здесь это вот чисто финалочка прям классная хруст есть но в отличие от блюда марка пола а именно осьминог там потому что он забивался тут и раскрывается после раскусывания и дорблю и оливка мое почтение еда шикарная напитки прекрасны напиток второй пока не знаю но мне очень нравится оливка в кляре здорово ну вот вроде как все мы это пробовали по отдельности вот вместе конечно может быть это везде я просто не знаток блюд с оливками но для меня это первое и с этим я буду все остальное сравнивать прям даже и настроение получше и девушки вроде ушли жизнь налаживается финальный коктейль а-ля дежестивный на джинни бикинс это смесь негрони и белой глядь классических коктейлей но с авторской задумкой с пюре маракуйи должно быть кисло сладко горьковатым но пока в аромате только вот сахарность как раз таки от экзотики за ваше здоровье господа ох хорош дежестивный и вот такая приятная горчинка как будто бы грейпфрутовая то есть после сладости после фруктовости после чего-то такого яркого сочного идет как бы наказание то есть вам было хорошо и чуть-чуть чтобы стало горько но только чуть-чуть то есть все равно хорошее оно преобладает и это на самом деле очень философская мысль которую подарил мне этот коктейль также стоит 600 рублей как и все коктейли в общем миксовать здесь умеют алкоголь хороший то есть пока ваджины попробовали и вот все в смеси было прекрасно ну вроде потише стали не буду если у меня настроение получше в общем нормально коктейль прям кайфовый и мне очень понравилось что мы зафиналили и окончательно поняли что оливки по крайней мере маленькие зеленые которые такие сорт какой-то у них есть написать в комментариях вы лучше разберетесь хорошо и их можно фаршировать чем-либо обрамлять кляре похрустеть новый мир открывается реально вот пойду потом сделаю выпуск про оливки отдельно или нет посмотрим заведение классное вкусное вот такое прям яркое питкое но все равно конец смазанный не люблю смазанный концы особенно у хороших добротных длинных фильмов но вот как бы это жизнь и сегодня так коктейль прекрасен три дня фудблогер было в городе какие итоги можно подвести Уфа местами потрепанный и уставший город особенно район около шаурмы но я увидел на улицах много ремонтных бригад так что делаем вывод что столицу Башкортостана облагораживают и улучшают если я не прав напишите об этом в комментариях что касается моей специализации то могу сказать что Уфа очень вкусный город с разнообразными кухнями и лично для меня особенно ценно что местное не только не забывается но и активно развивается как в формате ресторанов так и в виде фастфуда как же я себе завидую что в следующий раз смогу впервые посетить центральную рюмочную бар настроения Цаплю Нео Уилзи Бейкер Птицы и много чего еще хочу отметить персонал в заведениях такого количества горящих глаз заряженных на качество и душевность не было давно Барная культура очень развита в городе масса привлекательных питейных заведений Единственное что меня сильно опечалило это инцидент в Спикэзи Баре После окончания съемки пришли друзья девушек и начали кричать еще громче К сожалению трус Спикэзи с напускной элитарностью и сводом строгих правил которые я оставлю у себя в телеграм-канале по ссылке в описании оказался не больше чем маркетинг был уловкой Я обратился к барменам на что они мне сказали что это еще нормально и бывало хуже Грустно конечно но если быть объективным напитки и закуски там отменные Через два дня у меня день рождения Можете подарить мне свои лайки и теплые комментарии и ждите фудблогера в своем городе Лучше всех Макс Бранд Пока Субтитры сделал DimaTorzok